Здравствуйте! В эфире программа Медиаполис. С вами Владимир Тикус. Не так давно начался новый учебный год. Школьники, хоть и немного потряхивало их при мысли о грядущем едином государственном экзамене, все же уверенно сели за парты и практически тут же «Младые умы» получили подарок. Ряд образовательных инициатив от нового министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой. Постараться по возможности ответить на те вопросы, которые вас волнуют, понять чаяние, которое вы переживаете, и пригласить вас, я очень надеюсь, в совместной нашей дальнейшей работе. Рада представиться, Василий Вольгой Юрьевной. Давайте начнем. 19 августа она сменила одного из самых непопулярных министров российского правительства, Игоря Ливанова. И с первых дней своего назначения начала озвучивать приоритеты ведомства. В стороне не остался и вышеупомянутой ЕГЭ. Васильева подчеркнула, что единый государственный экзамен – большое социальное благо, поскольку он дает возможность способным детям из регионов поступить в ведущие вузы по результатам, достигнутым во время обучения в школе. Министр дала понять, что ни о какой отмене ЕГЭ речи идти не может. Как же я хочу поскорей все сдать, поскорей все сдать, и вуз выбирать. Все предметы ты учи, и мы дружно все сдадим. ЕГЭ, 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 ЕГЭ. Однако подвижки будут. На общероссийском родительском собрании министр сказала, что в ЕГЭ по русскому языку и литературе со следующего года в добавление к письменной части появится и устная. Кроме того, она призвала преподавателей не натаскивать школьников на сдачу ЕГЭ в послеурочное время. Я буду делать все возможное, и я хочу обратиться к моим коллегам на местах для того, чтобы в неурочное время, это то самое время, которое мы должны проводить с детьми, которое должно быть направлено на, подчеркиваю, их воспитание, формирование их как человека, должно идти именно на это, а не на натаскивание на ЕГЭ. Ох уж этот ЕГЭ! Вспоминается в связи с этим одна северодвинская семья. Приходит в воскресенье отец с избирательного участка, а сын, ученик 11 класса, ему и говорит, не надоело еще голосовать, ты в бюллетене выбираешь, как я в школе на ЕГЭ, а толку-то? Выбирай, не выбирай, все равно в ПТУ пойду. Девчонки и мальчишки, а также их родители, прогноз на госэкзамен вы услышать не хотите ли? Прогноз сейчас исполнить вам ансамбль дружбы наши, Единый госэкзамен, ты дружок навряд ли сдашь. Пара па 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 ряп! ЕГЭ навряд ли сдашь! А если серьезно, то устная часть в ЕГЭ по русскому литературе – это круто. Означает ли это хотя бы частичное возвращение к прежним временам, когда экзамены сдавали по билетам? Пусть и потряхивала тогда, как и сейчас, и детей, и родителей, но реальные знания ученики показывали. Они занимались угадыванием, как звали экономку Плюшкина в мертвых душах. Посмотрим, что из этого получится. А вот вам еще одна инициатива. Ольга Васильева рассказала, что со следующего учебного года в школах будет возрождаться трудовое воспитание. И в виде уроков труда, уроки технологии, и в форме так называемого общественно-полезного труда. Это бесплатная занятость учеников в виде уборки класса или работы на школьном участке. Уроки труда уже закреплены образовательным стандартом. Стандарты же общественно-полезного труда в настоящее время активно прорабатываются. А со следующего учебного года он войдет в общую практику. И я дежурю в первый раз, прибираю первый класс. Замечательный класс получается у нас. Вот доска заблесела, вот и стол уже сиял. Но при этом, внимание, согласия родителей на занятия их детьми в общественно-полезном ключе никто спрашивать не будет. И это хотят закрепить законодательно. Как же на местном уровне относятся к новациям министра? Вот что думает начальник управления образования администрации Северодвинска Сергей Попа. С приходом любого министра нового, да, есть в любой отрасли какие-то изменения, поэтому они будут и у нас. То, что касается единого государственного экзамена, он будет только совершенствоваться. Вот я, как учитель русского языка и литературы, понимаю, для чего нужна устная часть по литературе, но для чего она нужна по русскому языку, пока еще не знаю. Но посмотрим, поживем и увидим. Ну, а то, что касается общественно-полезного труда, значит, это очень важный вопрос. Я только против того, чтобы школьники, как во времена моего детства, заменяли уборщиц, вот этого не надо, да, делать. А то, что, конечно, труд по самообслуживанию прежде всего должен быть в школе, я абсолютно убежден. То, что нужно и необходимо, поливать цветы надо, надо, так сказать, парты, чтобы они были всегда чистые, надо это делать. Порой это ежедневно надо делать, да, ну и многие-многие другие вещи. А вообще особой инновации в ведении общественно-полезного труда я не вижу. Это уже было и в советское время, и весьма успешно применялось. Но раз решили возродить, ну, замечательно, занять детей на приусадебных участках, это ж какую красоту можно навести. Впрочем, северодвинские школы и без предложения министра уже давно так делают. Потому что, на мой взгляд, этот вид деятельности позволяет детям, почувствовать причастность к чему-то общему, коллективному, к полезному. Ну, я считаю, что вот мы, в общем-то, от него, от этого общественно-полезного труда и не отказывались. И по сей день дети участвуют в субботниках по благоустройству территории, являются участниками трудового летнего лагеря, помогают ветеранам, оказывают поддержку и помощь, благоустраивают нашу территорию, убирают кабинеты перед тем, как техническому персоналу их убирать. А давайте вспомним еще и о том, какие живые зеленые уголки были в школах. А какие теплицы. Сейчас последние, увы, в большинстве своем в нашем городе находятся в плачевном состоянии. Вот если бы все это возродить, может быть, новому министру стоило бы подумать и об этом? Вот не так давно депутаты Мосгордумы рассматривали вопрос об организации в московских школах подсобного хозяйства. По их мнению, работа в теплицах и на грядках поможет школьникам лучше усвоить знания по естественным наукам. Да и овощи к школьному столу можно было бы выращивать. Дай-то Бог многострадальному российскому бюджету найти деньги и на это. С вами были Владимир Тикус и программа Медиаполе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова